Одна из карагандинских новостроек едва не стала причиной гибели 4-летнего ребенка. С дома, возведенного по госпрограмме, слетает обшивка. Фрагмент минеральной плиты упал на голову малыша, когда тот возвращался с родителями домой. Причем жители многоэтажки по улице Приканальная в Караганде ранее неоднократно обращались к чиновникам и в службы ЧС по поводу недоработок. Минувшей осенью здесь также осыпались минеральные плиты, но тогда были повреждены лишь автомобили жильцов. И вот на этот раз пострадал ребенок. Подробности в репортаже карагандинского корреспондента Алиисы Сдыковой. На ребенка падает такой вот кусок строительного материала, ну это же беспредел, ну посмотрите, домой уже не можем зайти. Жанур Жаркешева от полученного шока все еще не пришла в себя. Вечером она с семьей возвращалась домой, вышла из автомобиля, едва успела передать в руки мужа 10-месячного малыша. Обернулась и увидела, как на голову рядом стоящего среднего сына падает обшивка дома. Четырехлетнего Ахмета тут же доставили в больницу. Закрыта очередная мозговая травма, сотрясение головного мозга в этот период, ушиб мягких тканей головы. Жалобы основные были у него на головные боли, головокружение, тошноту и рвоту. То есть превалирует у нас общая мозговая симптоматика. За период наблюдения состояние стабильное, без ухудшения. Сейчас планируется у него полное обследование. Родители Ахмета уже обратились в полицию, чтобы привлечь виновных к ответственности. Ведь о том, что с дома осыпается обшивка, знали все службы. Но никаких действий никто не предпринял. Обращались в полицию, мы все зафиксировали, в ЧАЭС обращались, но они почему-то так молчат. Ну просто спросили, почему они не углядели, как углядели. Возле своего подъезда гуляем, что углядеть мы должны. Как будут летать куски. Это получается, мы должны бегать туда-сюда или в хасах должны быть. Я не знаю, вообще. Квартиру в этом доме родители Ахмета получили по госпрограмме как молодая семья. Доступное жилье оказалось некачественным. Но вот претензий предъявлять некому. Компания «Абсолют Казахстан», строившая дом, обанкротилась. Гарантийные сроки вышли. Хотя чиновники не скрывают. Проблемы с качеством существовали еще на стадии приемки здания в эксплуатацию. Конечно, работы были выполнены некачественно строительными организациями. Технадзор был слабый с отдела строительства. Не так был надзор произведен. Восстанавливать бы только... Сейчас то, что будет сыпаться, надо... Где разрушается, надо побыстрее разрушить, чтобы никому не упало на голову. Это минплиты. Весной карагандинские чиновники обещают отремонтировать фасад за счет внебюджетных средств. А до тех пор, видимо, жильцам придется запастись касками, чтобы обезопасить себя и детей от падающей облицовки. Кстати, семья Жан-Нур после этого случая твердо намерена сменить место жительства. Алиса Сдыкова, Василий Савкин, Сета Саинов из Караганды.